Сегодня члены фракции Атамикен обсудили итоги проведения вторых всемирных игр кочевников, которые прошли в сентябре. Депутатов интересовал ряд вопросов. В частности, сколько было потрачено средств, за какой период они окупятся и где пройдут следующие игры. Отчет предоставил замминистра культуры, информации и туризма Азамат Джаманкулов. Диана Мамекова подробнее. Оправдали ли себя эти игры? Многих волнует именно это. Организаторы столь масштабного мероприятия в один голос твердят – оправдали. Из затраченных 30,5 миллионов долларов, 27 миллионов с небольшим – из республиканского бюджета. Остальные же почти 3,5 – спонсорские средства. За 25 лет спонсоры никогда не выделяли такую крупную сумму. Общественность в целом должна знать. Об этом мы говорили, об этом отчитались. Мы показали полностью, сколько было потрачено игры кочевников, сколько было собрано спонсорской помощи, сколько было потрачено из государственного бюджета. И сколько пришло от игры кочевников. В принципе, все это было раскрыто. И сегодня обратно еще раз это просмотрели. Огромный плюс в плане улучшения инфраструктуры Секульского региона. За короткий срок построили огромный, не имеющий аналогов по всему СНГ, ипподром. Сейчас продолжают работу по его модернизации, чтобы в будущем это место было зоной для разведения высокопородистых лошадей и проведения международных скачек. Уже разработали планы, стратегические планы, бизнес-планы, которые должны полностью окупить эти объекты. Примерно по нашим расчетам это 8 лет должен окупиться наш ипподром полностью. Кроме всего этого, мы привлекаем очень много компаний, которые вкладываются в этот проект. Также у нас увеличивается количество туристов, которые приезжают именно в Кыргызстан. То есть это акцент не только на конкретно какой-то период 10 дней или 20 дней, это на все сезоны, на все времена. Оправдает себя и построенный этногородок Кырчен свою работу он начнет уже весной и принесет доходы. Но более всего ценна их идеологическая часть. Игры объединили народ Кыргызстана. Идеологическая часть, если смотреть, Игры Кыргызстанцев объединили страну, объединили всех кыргызстанцев, которые живут даже за рубежом. И они все признаются, что благодаря Игре Кыргызстан, они полюбили Кыргызстан, благодаря Игре Кыргызстан, они начали познавать историю, быт, традиции нашего народа. И сознавать, насколько у нас великий народ. В этом отношении ни один из инструментов, сколько бы он не оплачивался миллионами долларов, это того стоит, чтобы обратно сделать Игры Кыргызстан в этом отношении. До проведения этих игр у нас всегда Кыргызстан ассоциировался с каким-то негативом, с какими-то другими вещами. Но сегодня уже игры стали именно нашим отечественным брендом, именно в мировом масштабе. Все наши соотечественники, которые живут за рубежом, они тоже делают акцент на игры, потому что они сегодня могут сказать о Кыргызстане, о его сегодня настоящем. Мы действительно можем проводить такие грандиозные мероприятия. Мы также заявили на весь мир, что мы подняли флаг именно кочевых народов и полностью возрождаем наши традиции и обычаи, которые были с покон веков. Посредством игр кочевников улучшена не только инфраструктура Иссык-Кульского региона, но и появился дополнительный заработок для местных жителей. Пансионаты, сувениры, общепит – все это принесло немало прибыли. Депутаты интересовались, назначено ли уже место и время проведения следующих игр, ведь распоряжения правительства еще нет. В Минкультуре ответили, что проведение всемирных игр кочевников планируется каждые два года. Следующие игры в 2018 году намечено провести в Иссык-Кульской области. Документ, подтверждающий законность этого мероприятия, возможно, выйдет ближе к этой дате.